Добро пожаловать! В этом ролике я кратко изложу основные возможности сервиса Calc Creator. Для начала создадим ваш первый калькулятор. Зададим настройки. Цвет фона формы. Цвет фона страниц. Скругление углов. Назовем его расчет прибыли вклада. Закроем окно настроек. Покажем сетку. Начнем добавлять наши элементы. Сначала заголовок. Изменим размер шрифта. Пускаем будет 18 пикселей. Здесь есть подсказки, в каких единицах можно указывать шрифт. Зададим ширину 250. Выберем цвет текста. Пускай он будет темно-синий. Нажмем на карандашик. Перенестим. Добавим поле сумма вклада. Зададим ему ширину 50 пикселей. 50 маловата, 150. Создадим горизонтальный слайдер. Нажмем его V1. Значение по умолчанию это сумма, которую вкладчик ложит на вклад. Например, 500 долларов. Минимальное значение будет 100 долларов. Максимальное значение 1000 долларов. Шаг будет 100 долларов. Скрипты, в которых будет задействован наш слайдер. Это S1. Он будет менять значение суммы вклада. И S3. Здесь будет располагаться значение суммы вклада. 500 долларов. Название будет S. Ширина 50. Теперь создадим процент от вклада. Добавим еще один горизонтальный слайдер. Если он нам не понравился, мы можем его удалить. Нажав на крестик. Добавим имя нашему слайдеру. V2. Минимальное значение процентов будет 1. Максимальное 5. Значение по умолчанию 2. И шаг 0.5. Пол процента. Скрипты это будет S2. И S3. С2 будет менять значение вот это. И шаг 0.5. Осталось добавить сумму в месяц. Сколько мы будем получать. В 2. И шаг 0.5. Пор Kung지를 пить. Добавим еще одно поле. Сюда мы будем выводить нашу сумму. И у него будет общая сумма. ТС. Размер 50. Значение по умолчанию будет 10 долларов. Цвет возьмем красный. Теперь осталось добавить несколько скриптов. Раз, два, три. Первый скрипт. Имя у него будет S1. Запускаться он будет при загрузке страницы. И будет устанавливать значение суммы вклада в значение нашего слайдера. Второй скрипт будет делать похожие действия, только устанавливать процент от вклада. Это P. И будет стоять V2. Так, не забываем дописывать такое выражение, которое будет добавлять проценты. И вот в этом случае надо было добавить еще доллара. Итак, два скрипта готовы. Остался третий скрипт. Он будет вычислять значение суммы за месяц. Значение первого слайдера. Нужно значение второго разделить на 100. И добавить к этому всему делу доллар. Значок доллара. Итак, скрипты готовы. Калькулятор готов. Уберем решетку. И немного поменяем разделы. Размеры. Извиняюсь. Так. Посмотрим, что у нас получилось в результате. В результате у нас съехали слайдеры. Такое иногда может быть. Смотрим. Это наш второй слайдер. Помещаем его вот сюда. И вот наш первый слайдер. Помещаем его на место. Смотрим результат. Все как надо. Изменяем сумму вклада. Меняется сумма за месяц. Изменяем проценты. Тоже меняется все. Отлично. Сохраняем наш слайдер. Наш калькулятор. Теперь мы его можем вставить сразу на сайт. Получив код для вставки. Вот такой айфрейм. Либо скачать к себе на жесткий диск. Найти все созданные вами калькуляторы. Вы можете в разделе созданные. У меня здесь два калькулятора. Калькулятор дохода. И калькулятор расчет прибыли вклада. Который мы только что создали. Если у вас есть идеи, как сделать наш сервис лучше, пожалуйста, пишите нам. Контакты вы можете найти в соответствующем разделе на сайте.